Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами шаурма. Вот такая вот сочнейшая просто шаурма. Вот так вот она выглядит. И моцарелла стикс. Я подумала просто шаурму покушать с картошкой фри. А потом я вспомнила, что такое у меня уже было, а вот эти вот невероятно крутые моцарелла стикс, у меня их не было. Они очень вкусные, правда очень калорийные. Я думаю, что все не смогу съесть, потому что это реально очень тяжело. Но они божественные. Как называется моцарелла стикс по-русски? Наверное сырные шарики или сырные палочки. Невероятно просто вкусно. Так как я несла домой, поэтому немножечко они остыли. Причем я за шаурмой ходила вообще в другое место. За моцарелла стикс в другое. Шаурму я попросила сделать чуть поменьше. Но мне сказали, что это невозможно. У нас стандарты. Вкусняша. Я сегодня с утра снимаю для вас влог. Обалденная просто погода. Даже думаю, может быть на улице бы снимать. Как вы помните, влог я снимала еще и вчера. Но просто вчера ночью, когда я монтировала, я поняла, что это совершенно неинтересно. Там знаете суть, в чем заключалась вчерашнего влога? Ко мне должна была прийти Фатя. Я накрыла на стол. Она кое-что должна была у меня забрать. Я думала, что она придет вместе с мамой, так как мама ее должна была привезти к нам. А я накрыла на стол, приготовила чаю, убралась в комнате. Это я все снимала. А потом в результате так оказалось, что она буквально зашла на 2-3 минуты. Поэтому видео какое-то бессмысленное получается. Типа я готовлюсь, готовлюсь, готовлюсь. А потом Фатя, даже не снимая куртку, забирает то, что она должна была у меня взять и уходит. Поэтому я решила этот влог не выкладывать. Обалденно. Как они это делают вообще? А еще Я сегодня Куртку пал. А еще я сегодня должна Снять видео В инстаграме Прошлое видео Дикой Львицы Она никому не понравилась Я вроде должна была завязать С этими видео в инстаграме Знаете, есть у меня внутри какая-то охота Мне так хочется снимать подобные видео Хоть они не заходят Хоть очень много хейта Даже мне пришлось отключить комментарии Каждый второй комментарий был Какой ужас Что это такое? И одна девочка в комментариях написала Что Ай, когда пересними это видео Сделай лучше По-другому Я подумала, реально хорошая идея Можно переснять, но Переснять Не под эту песню А уже под какую-то другую Так что обязательно заглядывайте на мой инстаграм Поддержите меня Как вкусно Обожаю шаурму Денар Пока он делал Я пару вопросов ему задала Устроила ему интервью Я спросила, чем же отличается шаурма от Денара Он объяснил, что в шаурме Есть чесночный соус Которого нету в Денаре И почему-то Вот я не поняла Шаурма стоила дороже, чем Денаре Я решила взять шаурму Потому что Денаре у них уже кушала Правда, не в видео Один раз мы с подругой Пошли в Бактат Кто знает такой ресторан Это сеть даже В Баку мы пошли сели Взяли сет, где есть шаурма И у них шаурма трех размеров Маленькая, средняя и большая Мы взяли В среднем размере Поели, нам очень понравилось Потом в следующий раз пошли Взяли в маленьком размере Еще в третий раз пошли туда же В общем, я точно не помню Но один раз мы взяли среднюю А в другой раз взяли маленькую Большую мы ни разу не пробовали И в третий раз, когда мы пошли Мы заказали среднюю Нам приносят маленькую Я говорю официанту Мы же заказывали среднюю Он говорит, так это и есть средняя Я говорю, мы здесь кушали И среднюю, и маленькую Это маленькая Знаете, явно было видно Что это маленькая Но, блин, там огромная просто разница Между средней и маленькой Дело даже было не в этой шаурме Что мы очень голодные И так далее Просто дело было в том Что официант ошибся И не хотел признавать это Вот с тех пор Я туда больше не находит Я не стала спорить Ничего Дабы избежать в конфликтной ситуации Но реально Это был обман Это была их ошибка Которую они хотели преподнести так Что типа так и должно быть Я такой человек Мне очень важно Вот именно качество обслуживания Даже если мне нравится Как готовят в заведении Но меня один раз там нахамили Или что-то такое Я уже туда никогда не вернусь Также еще, кстати, был такой случай Когда мы с моей подругой Шелли Пошли в одно место Но еще не буду говорить Название этого места И так далее И мы в тот момент Как раз Снимали влог Точнее я Что происходит там? Я говорю официанту Что мне пожалуйста С курицей То есть одно дело шаурма с мясом А другое дело с курицей Он мне приносит с мясом Я говорю Я заказывала с курицей Он начинает Короче весь из себя На меня наезжать И как вы думаете Именно этот момент Запечатлен в моем влоге Как я делаю заказ Просто у меня включена была камера И она лежала на столе Так получилось По чистой случайности А я просто в этот момент Вытаскиваю телефон И говорю вот Он такой Зачем вы вообще Это снимали? Я вам не разрешала Меня снимать Так я его не снимала Телефон был у меня в руках Я делала заказ И снимала влог Другие моменты Очень сильно мне портят настроение Или как у Фати была Фатя Очень какую-то дорогую свою кофточку Сдала в химчистку Ей сказали Что они просто потеряли эту кофту Не знаю куда делась Она говорит И что мне делать? Она говорит Ну бывает такое Не знаю потерялась Куда-то делась То ли кофточку То ли курточку Я правда ее так и не увидела Эту кофточку Но все же Такой случай был И давайте поотвечаю На какие-то интересные вопросы Которые вы мне задали В моем инстаграме Какую еду ты предпочитаешь Кроме фастфуда Я очень люблю Грузинские хинкали Вы знаете Обожаю Это прям Самое-самое любимое Мое Потому что я еще люблю Сладости Вот я не очень люблю Я не сладкоежка Абсолютно Балзанию Которую приготовила моя мама Обожаю Привет Пожалуйста Расскажи Как закончилась история Об сватовстве Я реально Ребята Очень извиняюсь Я в тот раз Как-то начала рассказывать О концовке Совсем забыла Вот И все начали писать О концовке Это что А чем закончилась Эта история Они пришлись Подарками Они Они пришли Так разодеты Так Не знаю Супер просто И вроде бы Общаешься Нормальные люди Вот Почему нельзя было Рассчитать время Так Чтобы не опоздать Я не знаю Вот реально Мама была на кухне И даже Если честно Не хотела Заходить в гостиную Мама говорит Что это неуважение Просто Приходить Так поздно Говорить Что мы придем Где-то Ориентироваться На в шее В семь Потом приходить В один Сначала За столом Была Очень напряжная Обстановка Вот И как бы Папа был Весь на нервах И мама Бабушка Вообще Сказала Знаете Я иду спать В такое время Люди К друг другу В гости Не ходят Тем более Посеть руки Бабушка Просто встала И ушла И сказала Что в такое время Просить руки Девушки Не приходят Даже в гости К друг к другу Люди не ходят Но если честно Ситуация Как-то Разрядилась Отец Парня Был такой Знаете Общительный Такой Интересный Человек В общем Мама Больше Знаете Отмолчала А отец Интересные Истории Рассказывал С детства Своего сына Вот Эта ситуация Разрядилась В тот день Я встала В шесть Я не помню Какие у меня Были дела Но в двенадцать Мне уже Очень-очень Хотелось спать Они до сих пор Сидели у нас Вот Смотрю Уже пол первого Они не уходят С папой Там начали Что-то обсуждать У папы Тоже злость Как бы Прошла И как вы думаете Во сколько Они ушли Вот как вы думаете В три часа ночи Даже пятнадцать минут Где-то четвертого Было Я уже легла спать Потому что Просто не могла Приходит Моя двоюродная сестра Которая у нас Оставалась В то время Я вам рассказывала Да Она училась На парикмахере Оставалась у нас Она просто Вытащила меня Из постели И говорит Вот твои родственники Уходят Иди попрощайся Как-то некрасиво Буквально В пижаме Вышвырнула Меня из комнаты Я переоделась Опять в то платье В котором была Но по моему лицу Было видно Что я Изрядно Хочу поспать Мама молодого человека Сказала Доченька Говорит Ты уже спишь Я говорю Да Я говорю Рано Сегодня встала В шесть Там у меня дела Уроки И все такое Она просто сказала Я желаю Счастья вам Дай бог У вас все получится Все будет хорошо В общем Эта история Закончилась хорошо Но дальше Было еще Интереснее Где-то Ориентировочно Через месяц Я узнала Что Он меня собрал И знаете Собрал не мелочь Какую-то А глобальную Мы как-то Пошли В ресторан С его Мамой И папой И отец Его говорит Что я всю жизнь Своему сыну Говорю о том Что Учись 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 А он говорит Так я не закончил Универ Я такая В шоке Сонж парень Мне говорил Что он Закончил Меймарлы Архитектурные Как можно было Такое Собрать И после этого Как можно нормально Общаться с этим Человеком Который может Собрать тебе Вот такую Глобальную Просто вещь Но на этом Его вранье Не закончилось Потом я узнала Что оказывается Квартира В которой он живет Он говорил Что он Сам ее купил Что она В ипотеке Оказывается Она ему Досталась От дедушки Ну и у меня Такой вопрос Зачем было Врать Досталось Наследство Ну что И хорошо Радуйся Просто Зачем Врать До меня Не доходит Вот Когда я узнала Еще и Насчет Квартиры Потом Узнала Насчет Университета Я была В шоке От его Вот этих Выходок Так парень Был очень культурный Но блин Мозгами Нужно думать Например Мы создадим С ним Семью К примеру Я же Все равно Это узнаю Рано Или поздно Когда врут Какую-то мелочь Можно понять Когда Например Ты не готовила Эти котлеты Говоришь Что Я их Сама Приготовила Сама Заказала Где-то В кафе Сити Это какое-то Такое Вранье Которое Можно Стерпеть Понимаете А врать Настолько Глобальные Вещи Парень Сам по себе Был очень Культурный Очень хороший Зачем Он так Много Всего Врал Для меня Так и Не дошло Соус Острый То есть Какая разница Ты купил Квартиру Или тебе Она досталась По наследству Вот какая разница Это такая вещь Которую я рано Или поздно Узнаю Вот когда я узнаю Я разочаруюсь Человеке Вообще К вранью Отношусь Очень Очень Плохо Особенно Когда врут Такие Глобальные Вещи У меня У подруги Был парень И когда они Познакомились Он говорил Что он один Ребенок В семье А потом Оказалось Что у него Еще есть Два Врата Вот у меня Вопрос Такой Зачем Было Врать Какая Разница Это Один Или У тебя Есть Два Врата Рано Или поздно Она будем Знать Мне просто Кажется Что есть Люди Патологические Вруны Они получают Кайф От того Что они Врут Может Я не права Но Мне кажется Так Моцарелла Стикс Очень вкусная Прям Обалденная Стоили Шесть Штук Пять Монат Я не помню Я сначала Узнала Про квартиру Или потом Про образование Узнала В общем В какой-то момент Я сказала Все Хватит Достаточно Решила Не продолжать Общение Когда моя мама Узнала Она мне сказала Что когда-то Узнала Даже про Первое Вранье Уже Надо было Сказать До свидания Закончилось Все Закончилось В общем Как-то так Было Очень вкусно Я надеюсь Что это видео Вам понравилось Если это было так То обязательно Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал Может быть Для вас Это мелочь Для меня Безумно Приятно Я вас всех Очень-очень Сильно Люблю С вами была Эмили Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры